Больше 600 тысяч казахстанцев получили новые рабочие места. Бесплатным питанием обеспечили учащихся начальных классов, а еще повысили размер стипендий для почти 400 тысяч студентов. О каких еще социальных преобразованиях в стране говорили во время расширенного собрания фракции Аманат расскажет Сабина Рахимбай. Крупные преобразования произошли в социальной сфере. Больше 500 тысяч казахстанцев получили соцподдержку в рамках запуска системы «Цифровая карта семьи». Кроме того, в этом году все учащиеся начальных классов и почти 100 тысяч детей социально уязвимых семей в детских садах получат бесплатное питание. Утверден социальный кодекс, который предусматривает соцподдержку граждан с рождения до достижения пожилого возраста. Согласно изменениям, увеличен период по уходу за ребенком до полутора лет. Повышены пособия многодетным матерям на 23% увеличены соцвыплаты лицам с инвалидностью и потерявшим кормильца. Произведено диверенцированное повышение пенсий более 2 миллионов пенсионеров. Сегодня расходы государства на пенсионную программу составляют более 3 триллионов тенге. По поручению главы государства, пенсионный возраст женщин зафиксирован на уровне 61 года до 2028 года. Связанные с этим дополнительные расходы на пенсионное обеспечение составят более 800 миллиардов тенге. Кроме того, особое внимание уделено трудоустройству населения. Больше 600 тысяч казахстанцев получили новые рабочие места, половина из них – молодежь. Возраст молодежи увеличен с 29 до 35 лет, что открывает доступ к мерам поддержки для 5,7 миллионов человек. В течение этого года порядка 9 тысяч из них, включая социально уязвимых, получили льготные кредиты под 2,5%. Безвозмездные гранты и смогли открыть свое дело. До 4,5 триллионов тенге увеличены объемы финансирования среднего образования. За последние пять лет сумма вложений выросла больше, чем в два раза. Деньги пойдут на строительство школ, общежития, повышение стипендий и зарплат. В частности, как отметил премьер, уже с завтрашнего дня почти у 400 тысяч студентов вырастут стипендии. Активно поддерживают и бизнесменов. Моратории, действующие в стране с 2020 года, продлили до 2024. Еще в новом году власти Казахстана намерены в два раза сократить проверки бизнеса. С 1 января их смогут назначать без человеческого участия. Это станет возможным благодаря автоматизации систем управления рисками в сферах госконтроля и надзора. Кроме того, успешно опробирован принцип регулирования с чистого листа. Внедрен единый платеж с фонда оплаты труда для микро- и малого бизнеса. Общая ставка снижена на 14%. Приватизация является одним из ключевых направлений по ограничению роли государства в экономике. С 2019 года приватизировано порядка тысяч организаций с участием государства. Были успешно выведены на IPO и СПО пакеты акций нацкомпании «Казмонайгаз» и «Казатомпром». Работа в этом направлении продолжается. В результате указанных мер в этом году доля государства в экономике сократилось до 14%. Заработал с этого года и закон о банкротстве физических лиц. Процедурой воспользовались больше 10 тысяч казахстанцев. Как отметил глава Кабмина, на этом работа не заканчивается. Реализация поставленных перед правительством задач продолжится. Сабин Рахимбай, Хабар, 24.